Основные мощности посудостроения были созданы в 2001-2002-2003 годах. Корпус будет полностью сформирован уже в новом мылинге. Нам поставлена задача помощникам президента с 1 декабря начинать работы на новых мощностях. В настоящий момент мы завершаем строительство серии «Краболова» для группы компаний «Русский краб». Мы являемся базовым предприятием для профессионалитета, программа которого задействована в этом техникуме. Количество судов, которое будет выпускаться, зависит от того, какие будут строиться суда. Основные мощности посудостроения были созданы в 2001-2003 годах. Это все строилось и делалось на базе действительно РЭБа. Но, наверное, самое старое оборудование – это слип у нас был 600 тонн. Мы его уже, исходя из недостатка площадей, демонтировали. Все остальное оборудование не такое уж старое и дремучее. А вот тележка стапельная, раскрашенная Костромой, вот так красивая. Красивая. Это уже городецкий завод. Это уже в рамках программы модернизации завода. Приобрели, но это и для строительства, для обеспечения работ и в новом эллинге в том числе. Блок буксира с ледовым классом «Марк-4». Мы строим и строим по контракту с «Росмарпортом». И его сдадим в конце следующего года. Реальное судно, которое мы дальше продолжаем строить. И оно будет строиться в том числе и с участием этих новых мощностей. И корпус будет полностью сформирован уже в новом эллинге. И, соответственно, насыщение системами топлива и прочими всякими, электрооборудованием, электропроводкой, кабелем, оно будет уже выполнено на новом стапеле. И спускаться будет через старый слип, но с новыми стапельными тележками. В том числе и с хохломой. Нам поставлена задача помощникам президента с 1 декабря начинать работы на новых мощностях. Мы их 100% в эту задачу выполним. Работы есть еще по строймонтажу их. Есть работы по нанесению незащитных покрытий на металлоконструкции. Не завершен еще контур сэндвичи панелями. Системы отопления, воды. Работы действительно много, но есть четкое понимание, что надо делать. Новые технологические процессы, новое оборудование в блоке корпусных цехов, который в том числе строится, это увеличение производительности труда. Это новые современные технологии. Это качество продукции. Ну и как я уже сказал, это действительно производительность труда. И условия труда для рабочих. Это более современные сегодняшние технологии и оборудования. Система управления цифровая тоже помогает и будет помогать в будущем строительстве судов на этом предприятии. То, что нам было поручено и то, что мы делаем, это опробование ряда и отработка ряда новых технологических процессов, новых подходов с учетом тех возможностей, которые дает цифра. Все практически оборудование вновь устанавливаемое, оно будет находиться в общей цифровой сети предприятия. Должны в ближайшее время привести центр обработки данных. Его изготавливают в Санкт-Петербурге. Ну это то оборудование, которое поможет увязать или увеличить ту сеть, которая у нас есть сегодня. С модернизацией завода идет параллельно доработка и внедрение системы управления предприятием. Global Marine мы сейчас уже входим в стадию отработки и опытной эксплуатации этой системы. Мощность по переработке металлопроката увеличивается против существующих в 10 раз. Ну а количество судов, которое будет выпускаться, оно зависит от того, какие будут строиться суда, какими размерениями, какой сложности, какое назначение. Это может быть и 10, и 20, а может быть всего 2. Все зависит от того, какую продукцию будет производить завод, в том числе и с учетом вновь введенных мощностей. В настоящий момент мы завершаем строительство серии «Краболова» для группы компаний «Русский Краб». В этом году завершим строительство третьего судна из серии и в 2025 году передадим четвертое, последнее судно из серии. Кроме этого, в ГУП «Росморпорт» мы строим два нефтемусоросборщика, три буксира ледового класса «Арк-4», два мелкосидящих ледокола проекта 22740М. Суда, про которые я сказал, которые у нас находятся, у нас детали на них первые уже все порезаны. То есть мы в эти дополнительно вводимые мощности будем задействовать уже в процессе строительства всех этих судов. Дополнительно по проектной документации, которая у нас есть на модернизацию, порядка 550-600 человек. Да, это действительно большая проблема, но тем не менее у нас сегодня мы разными путями идем и привлекаем подрядчиков. Часть из них будет работать на новых мощностях, часть будет работать на старых мощностях. Кого-то из наших работников мы будем переводить на новые мощности, кто-то будет работать на оставшихся старых мощностях. Привлечение кадров – это везде по всей стране, да и не только по стране. Это везде очень большая проблема, и мы начинаем и занимаемся, в общем-то, тоже разными путями. На базе трех разных учебных предприятий, даже не трех, а пяти, был создан, сформирован сегодняшний Петрозаводский автотранспортный техникум. Название у него совершенно непрофильное, но тем не менее там есть много лабораторий, которые четко предназначены и ориентированы на подготовку кадров для судостроения. Это и сборщики корпусов металлических судов, и в лабораториях для сварщиков есть уже специализированное оборудование, которое четко надо нам под судостроение. Это я говорю про рабочие специальности, и сейчас уже в этом году, в этом учебном году, будет завершение и выпуск первой группы среднего специального образования уровня техникума предыдущего по профессии судостроитель. Более того, мы предметно занимаемся техникумом, мы являемся базовым предприятием для профессионалитета, программа, которая задействована в этом техникуме. И созданы были, как я уже говорил, несколько в рамках этой программы, несколько лабораторий. Из вот этой выпускающейся в 2025 году группы мы двух студентов уже приняли на работу в конструкторско-технологический отдел. Они работать будут у нас, и в то же время будут проходить обучение или завершать обучение в этом техникуме. Этим путем идем. Занимаемся с центром занятости Республики Карелия, из безработных набираем. Готовим вместе с филиалом Макаровского университета, с техникумом, готовим из безработных специалистов. Начинаем работать более активно в школах по профподготовке. Детвору приводим, есть интересующиеся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова